Всем огромнейший привет! Уже начало июля. Я хочу снять очередную серию своего видео о вышивально-рукодельном дневнике. Здесь покажу свои процессы, которые у меня находятся на даче. Я не вышиваю один процесс, как вы понимаете. Я вышиваю несколько процессов. Тасую их, как карты в колоде. Так как, если я устаю от чего-то, я перехожу к другому, возвращаюсь к первому и так далее. Но, в принципе, это нормальное мое состояние. И если вы уже некоторое время со мной, то вы в курсе. Давайте приступим все-таки уже к вышивке. Ведь это то, ради чего мы здесь находимся. Здесь, на даче, я начала и продолжаю вот этот набор от Риолис 1545. Птичка на пенечке с мухоморами. Нужно сказать, что я не очень много занималась им. Но все-таки покажу, что на данный момент у меня здесь получилось. Если смотреть по картинке, то это практически половина работы. То есть, вот эту часть я закончила. Листву закончила папоротника. Грибочки здесь полностью завершены. То есть, вот эта часть работы закончена. Я потихонечку перехожу к пенечку. Уже активно вышиваю вот сам пенечек. И, естественно, здесь будет птичка. И я думаю, что, в принципе, это не долгий процесс. Это где-то, может быть, на неделю, на несколько дней. Я отставила шерсть, потому что почему-то мне вот какие-то появились неприятные ощущения при работе с шерстью. Может быть, это из-за того, что сейчас лето и жарко. Может быть, еще из-за чего-то. Но даже не знаю. Может быть, я даже пытаюсь соскучиться по этому процессу. Поэтому я его ненадолго отложила, занявшись другими. Какими же сейчас я вам покажу. Когда мне надоело вышивать шерстью, я решила, что мне нужно взять что-то с нитками мулине. И вот этот набор девочка Илань оказался тем набором, к которому я и приступила. Я как-то показывала его в своих покупках и сказала, что я вижу вот этот дизайн на подушке. На подушке, возможно, в машину. Хотя я не любительница подушек в машину. Но вот, мне кажется, пока не попробуешь, не узнаешь, твое или не твое. Подушка потом вообще такой универсальный предмет. Его можно поместить не только в машину, если уж на то пошло. Но это будет видно, когда я его закончу. Мне очень понравился этот набор. Тем, что здесь идет канва равномерного переплетения. Это лугана. И тем, что она не чисто белого цвета, а вот какой-то цвет экрюм. Очень нежный, очень теплый, замечательный. Конечно же, я начала вышивать середины, поскольку здесь, ну вот, практически отсчитать, с какого угла начать и сколько там отступить невозможно. Потом равномерку мне очень и очень трудно подсчитывать. Да, уже вышивать, наверное, придется сквозь лупу. Но пока вот так. И занявшись этой работой где-то в начале июня, я так думаю, я вышивала ее несколько дней, дня четыре, мне кажется. После этого я ее не вышивала. Ну вот, я отшила практически весь центральный элемент. То есть здесь крестики полностью отшиты на девочке и на лане. Остался только бэк. Бэк здесь замороченный, нужно сказать. По схеме ориентироваться тоже достаточно сложно, так как там бэк разными цветами. Ну, в каком смысле сложно? Его просто очень много. Либо его нужно за собой там вычеркивать фломастером, чтобы не запутаться, либо уже вышивать как придется. Бэк здесь в несколько, иногда в несколько нитей, иногда в одну нить. Ну вот, бэк какой-то я начала уже, это видно. Я думаю, что я закончу с бэком. Когда я с ним закончу, то я уже перейду вот к такому веночку или к такому обрамлению. Я вот начала отшивать лицо бэком лицо девочки. И попробую поднести поближе, потому что камеры далеко не могу приблизить. Зумером не могу пользоваться. Я вот думаю, исправить ли мне ее нос или не исправлять. Может быть сделать немножко покурносее. Как вы считаете? Ну, с другой стороны, она как бы вниз смотрит. То есть у меня были некие мысли по поводу носа. Не хочется все-таки оставлять какие-то уродливые лица или вышивать уродливые лица. Но вот, вроде сейчас, вот смотрю, вроде ничего. Можно и оставить. Вполне можно и оставить. Это мой второй дачный процесс. Кроме того, вы помните тоже... Ну, возможно, вы помните, конечно. Я не могу утверждать. Но я надеюсь, что кто-то помнит, что я начинала отшивать и эти игрушки в рамках совместного проекта Мастерская Деда Мороза 12 месяцев, которым руководится Светочка Левшунова. Привет, Светочка, если ты смотришь видео. И в том предыдущем видео, в котором я показывала именно отшив этих игрушек, я жаловалась на то, что очень удобно держать пластиковую канву, тем более такой большой лист. То есть нужно было ее куда-то крепить и как-то приспособить. Как вышла из ситуации я. Вот есть такая рама. На этой раме я даже красила канву. Она, в принципе, по-моему, для того, чтобы красить, заниматься батиком. Красить батик. И когда я прикрепила пластиковую канву, просто-напросто, вот этими кнопками к раме, конечно, вышивать стало веселее. И вышивка пошла. Вышивка пошла хорошо, так как можно было вышивать двумя руками. Что, собственно говоря, я и делала. В прошлый раз у меня, по-моему, был отшит бубенчик и звездочка и начало вот этого элемента. На сегодняшний момент я закончила полностью вот эти два звездочку и два бубенчика. Немножко я подрастроилась от того факта, что картинка не соответствует работе. Не могу сказать, что работа какая-то неинтересная получается. Она получается вполне себе приличная. Возможно, если бы картинка не была такой яркой, то я бы меньше расстраивалась. Ну, как бы не суть уже, что есть, то есть. Тем и занимаюсь. Здесь очень много всяких стежков бэка по работе. И есть фрузелки. Где здесь были фрузелки? Да, вот на этом дизайне очень много фрузелков, так как здесь имитация таких веточек, возможно, с какими-то ягодками. Я хочу сказать, что все фрузелки я решила заменить на бусины. Ну, это, может быть, даже не бусины, а бисер правильнее было бы сказать. Я думаю, что это будет в тему, так как новогодний сюжет, он и должен блестеть. Посмотрим, как оно получится. Конечно, мне очень нравится вот это оформление, которое здесь представлено компанией. На сегодняшний момент мне трудно представить, каким образом можно сделать вот эту вот гирлянду и как на это вот подвесить то, что у меня в итоге получится. Этот элемент был вложен в набор. Здесь в основании лежит проволочка, которая гнется, и можно сделать какую-то фигуру. Но, мне кажется, на ней держаться сами вот эти пластиковые элементы не будут. Ну, мне кажется, они все-таки... Ну, я не знаю. Я сейчас сомневаюсь. Но сейчас не хочу забивать этим голову, так как, думаю, буду решать проблемы по мере их поступления. Это то, что касается проекта на пластиковой конве. Ну, как вы понимаете, что у меня меняются основы. Если мне хочется каких-то перемен в своем хобби, я перехожу хотя бы на другую основу. И от производителя к производителю. Что меня и спасает. Так, ну, хватит философствовать. Перехожу к следующему процессу. Так как это был не последний. И это самый настоящий дорожный процесс. Мне тут пришлось на денек лечь в больницу. Да и вообще как-то по врачам я уже замучилась бегать. И я решила, что надо все-таки получать какое-то удовольствие от всего этого и хотя бы заниматься где-то вышивкой. Например, если я сижу в очереди к врачу или вот я брала в больницу этот проект. Опять же, это новогодняя игрушка. Это второй набор. Я показывала вам Деда Мороза, а сейчас это Снегурочка. Конечно, я безбожно все обрезала. Оставила только схему для того, чтобы можно было компактненько в такой небольшой пластиковый конвертик все уложить. И вот таким образом этот процесс путешествует в моей сумочке. И я, если есть какая-то возможность, достаю его и вышиваю. Но случился со мной такой казус. Сейчас расскажу. Интересно, что в этой работе, в отличие от Деда Мороза, есть такая блестящая металлизированная нитка от Гаммы серебристого цвета. Она мне очень нравится. Но я знаю, что ей будет работать практически невозможно. Поэтому, ну вот, лично мне работать будет практически невозможно. Мне не хватает терпения, усидчивости, ну, может быть, еще чего-то, каких-то качеств. И эта металлизированная нитка меня просто убивает в работе. Я решила, что я заменю ее крейником. Этой ниточкой вышиваются только звездочки. Вот здесь вот вы видите звездочки на самой шубке-снегурочке. Но разговор сейчас не об этом. Для того, чтобы мне было легче вышивать, я дома уже зарядила несколько иголочек и вот где-то вот так вот с собой их взяла. И когда в больнице, ожидая там время операции, я решила, не теряя времени, начать вышивать. Кстати, спинку я уже отшила дома. Взяла с первым делом за самую скучную часть работы, так как спина в основном зашивается синим цветом. И вот я такая умная подготовила себя к простой или к сиденью в очереди в поликлинике. И потом в больнице все-таки у меня дошли руки. Мне в поликлинике так и не удалось повышивать. Я там сразу попадала к врачам. У меня дошли руки, я взяла те иголочки, которые зарядила, и вот отшила часть кафтана или вот этой шубки, снегурочки там. Когда у меня закончились вот эти заряженные иголочки, их было, по-моему, 5 или 6 штук, я опять заправила ниточку для того, чтобы продолжить вышивать. И тут, о ужас, я поняла, что вот этот цвет вообще не присутствует в палитре, в данной палитре, в этом наборе. Возможно, вы видите разность оттенков. Честно говоря, я не знаю, как так получилось. У меня есть теория, я ее, правда, еще не проверила, но у меня есть теория, что я заправила ниточку, которая оставалась от набора с Дедом Морозом. Может быть, у меня лежала палеточка рядом. Не знаю. А тем более, когда собираешься к врачам, то так мысли рассеянные какие-то, поэтому, возможно, вот из-за своей рассеянности я заправила совершенно другую ниточку. Нужно будет проверить, какой я ниткой вообще вышивала и другую сторону этого кафтана. Если тоже вот этой, то я буду просто, конечно, в шоке. Пока не знаю, не буду пугаться и не буду вас пугать. Но суть в том, что мне теперь нужно распарывать вот этот темно-синий цвет и, конечно, брать тот, который был в наборе. Темно-голубой. Вот этот темно-темно-голубой. Вот этот мой дорожный проект, который я и беру с собой повсюду. И он меня выручает, если мне приходится проводить время в ожидании, скажем так. Он у меня прекрасно помещается. Я здесь обрезала все по максимуму. Он у меня прекрасно помещается в таком небольшом конвертике. Здесь еще я взяла кусачки. Самый-самый простой нить-вдеватель, потому что без нить-вдевателя мне вообще сложно нитку вдевать в иголку. Хотя здесь иголочки не маленькие, то есть 24-е. В эти я еще как-то могу вдеть. Но все равно он меня выручает, например, когда вдруг ниточка выскочила из иголочки в конце зашива, остается такой маленький-маленький хвостик. И без нить-вдевателя вдеть его в иголку мне очень и очень сложно. Так что вот еще такой дорожный процесс с моей снегуркой и перипетии, связанные с ним. я вам тоже показала. Ну и теперь, я думаю, надо показать тот процесс, который я закончила буквально дня два назад. Я его начинала дома, взяла с собой его на дачу. И вот занималась последние дни этим. К сожалению, у меня нет картинки для того, чтобы показать картиночку. но этот дизайн узнаваем уже. Это Мария Искусница. Называется «Сладость в радость». Здесь тоже меня ожидали некоторые трудности, скажем так. Я решила, ну давайте по очереди. Этот набор продавался для того, чтобы сделать вымпел. и в наборе лежало два кусочка трента одинакового размера вот этой ткани. Я уже трента узнаю вот по этим нитям, которые создают такой эффект рогожки на ткани. Очень красивого серого цвета. Просто замечательный цвет. Я в восторге вот от этого цвета. Мне очень нравится. И те, кто следит за мной в Инстаграм и ВКонтакте, так как я там дублирую фотографии, что я уже, вернее, еще дома отшила вот саму морду кота. Работала практически первый раз с ниткой «Финка». Финка мне очень понравилась. Это мягкая нитка, она не крутится и она неплохо ложится. Очень неплохо ложится. Ну, что хочу сказать про этого кота. Я тут сделала массу ошибок. Ну, я не знаю, куда я смотрела, конечно. Вот так немножко отвлечешься или думаешь, что ты что-то правильно делаешь, а когда заметишь, то уже поздно исправлять. но я оставила ошибки, все свои ошибки оставила на этой вышивке. Я думаю, что никто даже разницы не заметит. У меня в данном случае получился более пузатый код, потому что я немножко сместила на один крестик влево. Хвост получился как-то покороче здесь, потому что здесь я тоже ошиблась вот на клеточку в эту сторону. Но я заметила это очень поздно и нужно было бы очень много распарывать, то есть я бы не смогла никак тут исправить. Ну, вернее, я смогла бы исправить, но это бы заняло очень и очень много времени. Мне не захотелось исправлять. Я подумала, что я выкручусь из ситуации, у меня получится индивидуальный код, но подумаешь, всего лишь одна клеточка, разница в одну клеточку. Далее я совсем забыла, что здесь вышивается полукрест в одну нитку, увидела, когда уже отшила практически весь полукрест и подумала, ну, ладно, нитки хватает, не буду перешивать. Пусть будет полукрест две нитки. И, ну, слава Богу, здесь я уже была предельно внимательной, здесь у меня не было никаких ошибок, и так как как бы эта вышивка практически не соприкасается, этот тортик не соприкасается с мордой кота, то и ничто друг на друга не нализает, не перекрывает, что меня, так сказать, и выручило в этой ситуации. Я могла себе позволить оставить вот так, как есть. В этом наборе здесь еще есть надпись «Сладость в радость», но, так как я с самого начала планировала эту вышивку превратить в обложку для кулинарной книги, я почему-то передумала делать вымпел, как советуют производители, в принципе, дают материалы на этот вымпел, там есть специальная трубочка. В общем, я подумала, что с этим вымпелом я буду носиться как, я не знаю, курица с яйцом и решила, что пусть у меня будет обложка. И я не стала вышивать здесь надпись «Сладость в радость», оставила место для того, чтобы сделать очень адресную надпись. То есть, когда я решу, кому этот подарок я подарю, я здесь придумаю, что написать, какие слова, и тогда уже оформлю в обложку для кулинарной книги. Еще, что меня напрягало в процессе вышивки, в процессе работы над этим котом, это то, что здесь очень небольшое расстояние до края. Во-первых, такое расстояние не позволяет хорошо запялить ткань. Приходилось какие-то вещи вышивать либо на руках, либо на провисшей ткани. И, во-вторых, вот такие, конечно, вышивки очень тяжело потом оформлять, потому что, ну, не остается, так сказать, никакого места для фантазии или вдруг для какой-то ошибки. Я даже поначалу думала, что я где-то в расчетах ошиблась. То есть, если бы я знала, что здесь так мало места, может быть, я даже бы вообще отказалась от каких-то слов вот здесь над котом в этой вышивке, а подняла бы вообще вышивку повыше. Но, с другой стороны, для моих целей, для того, чтобы оформить ее потом в обложку, этого расстояния вполне достаточно. Поэтому я успокоилась и стала подбирать тканюшки. И вот хочу показать, что у меня подобралось, на каких вариантах я остановилась. Сейчас, глядя в камеру, я вижу, что камера ярче передает оттенок. Они более такие пастельные тона, более спокойные, мягкие. Мне кажется, что вот перекликается этот цвет очень неплохо. Очень неплохо перекликается и выделяет розовый цвет на работе. И это хорошо, потому что розового цвета не так много. И чтобы он не терялся, я думаю, что это было бы замечательно. Как вариант, возможно, сюда еще хорошо подойдет вот такая тесьма. Что еще? Так, на вторую сторону, на заднюю сторону у меня подобрался кусочек такой ткани серого цвета. несмотря на то, что здесь оттенок более теплый, серый, мне кажется, очень хорошо сочетается. Во всяком случае, мне нравится. Он сочетается и с вышивкой, и с этой красной тканью. Просто замечательно. И, возможно, вот эта тесьма будет неплохо смотреться в виде закладки или в виде еще чего-нибудь. Ну, что мне придет в голову, когда я буду оформлять эту вышивку. Это вот мои ближайшие, ну, возможно, не ближайшие планы, потому что мне еще нужно что-то думать над надписью. И самое последнее, что я покажу сейчас, вот здесь, на даче, то, что вы уже видели, это готовый результат вот этого мешочка, не мешочка, косметички, не косметички. Вот в данном случае органайзер, ну, или, может быть, органайзером, органайзер, которым я пользовалась, вот здесь у меня лежали документы. Это был набор фирмы ДМС. Вышивка с тибельчатым швом в основном, с нитками перлея. Все это было в наборе. Очень давно я его вышивала, просто я уже даже не помню, когда. Конечно, этот мешочек у меня поизносился и даже поистерся. Вот здесь можно уже видеть первые признаки дырок. И я его сейчас заменю вот на этот. Вот этот мой мешотка, который полный любви катается на коньках. Вот у меня получился такой вариант. Я нашла кусочек джинсовой ткани. Это джинсовая ткань с эластаном. На мой взгляд, она подходит сюда идеально по расцветке, так как есть и желтые цвета, и синий такой неяркий. в принципе он именно выделяет вышивку. Вначале у меня были сомнения по поводу того, что здесь цветочки, а сюжет как бы зимний. Но я вспомнила, что есть искусственный лед, и на искусственном льду люди катаются. Правда, может быть, не в варежках и не заматываются шарфом, но почему нет. Я художник, я так вижу. Успокоившись на этой мысли, я наконец-то все-таки сшила вот этот органайзер, вставив первый раз молнию вот таким образом. Это вот мой был первый опыт сшивания молнии в такой органайзер. Единственное, что я здесь не стала делать, я не стала делать никакой подкладки. Я просто-напросто продублировала вышивку клеевым флизелином, и так как здесь края получились достаточно аккуратные, и я, честно говоря, даже не знала, как эту подкладку сюда можно вшить. То есть, мне кажется, я бы долго вообще мучилась этим вопросом. Я решила все-таки не мучиться добить вот этот свой органайзер, и вот таким результатом я сейчас буду пользоваться. После того, как я закончу это видео, я его наполню своими документами и всем тем, что я хранила вот в предыдущем. Мне очень нравятся именно тканевые органайзеры, они практически невесомые, ну, не говоря уже о том, что это индивидуальная вещь, сугубо индивидуальная вещь. На этом я буду заканчивать свой рукодельно-вышивальный дневник. Спасибо большое, что провели это время со мной. Всем желаю прекрасного вышивального настроения и всем до новых встреч. Пока! субтитры и субтитры